Земля сюрреализма Эта страна поражает при первой встрече Переход к вечному бразильскому лету от тихих, задумчивых подмосковных лесов оказывается слишком стремительным И неправдоподобная, будто снятая с театральных подмостков зелень И непривычное ультрамариновое небо И изумрудный океан И громкий голос здешних городов И темпераментная речь их жителей Все это обрушивается на приезжего, оглушает его Первое время здесь живешь совершенно дезориентированный Не имея возможности разобраться в происходящем Сколько-нибудь глубоко вникнуть в суть вещей Потом глаз привыкает Краски и звуки отходят на второй план Но тут приезжего ожидает новый шок Куда более сильный и глубокий Социальные контрасты В сердце фешенебельной Капакабаны Капакабаны, пляжного района Рио-де-Жанейро Где сосредоточены кварталы роскошных домов Разместились посольства, клубы, дорогие магазины Наблюдаешь тяжелые, неожиданные картины По отличным автострадам Мимо ослепительных небоскребов Несутся стаи автомобилей новейших марок В шикарных витринах магазинов Штерн Крупнейшей ювелирной фирмы Играют чудовищной стоимости бриллианты На золотом пляжном песке Бездумно, глядя на вечную работу волн Нежатся под цветастыми зонтиками Сытые, холеные люди Уверенные в себе и неизыблемости Существующего порядка А рядом, в двухстах метрах Полуголодные, истощенные Замученные непосильным трудом Парии Тяжело, так тяжело, что Мука смотреть на них Взбираются в гору В свою фавеллу Горы усеяли эту землю Они зашли в океан Их крутые склоны Нависают над городскими улицами Эти склоны дали приют Миллиону жителей Рио-де-Жанейра Здесь разместились знаменитые фавелы Чудовищные скопления жалких Сбитых из дощечек Фанеры, картона, хижин Они словно злокачественная опухоль На этой прекрасной Залитой солнцем земле Люди, которые живут в этих Зловонных резервациях Различают со своих склонов До мельчайших деталей И небоскребы, и автомобили И даже роскошные витрины Но для них все это Туманность Андромеды Нечто далекое И малореальное Проходит десятилетие Меняются правительства и президенты А в жизни бедняков Все остается по-прежнему Каждое утро В поисках хлеба Насущного Они спускаются с гор Вечером Еле волоча ноги От усталости Ступенька За ступенькой Взбираются они В похожие на Преисподнюю Убежище На этой Благодатной Земле Которая, как мы уже говорили Может прокормить Миллиард человек Десятки миллионов Ее сыновей Хронически голодают Тут есть районы Где из десяти Родившихся детей Пятеро Умирают Не дожив до года Голод и болезни В космический век Действуют так же уверенно Как и в былые времена В этой стране С ее бескрайними просторами Десятки миллионов крестьян Не имеют клочка земли А рядом с ними Кучка помещиков Латифундистов Не знают Что делать Со своими огромными Поместьями Некоторые Из них Достигают Трехста Или четырехста И даже Пятиста тысяч Гектаров На этой площади Могло бы Разместиться Небольшое Европейское Государство Земля у помещиков Как правило Пустует В Бразилии Используется Только пять процентов Пригодных Для обработки Земель Эта страна Занимает второе Место в мире По размаху Внутренних Воздушных Перевозок Ее большие Города Поражают Непроходимыми Зарослями Небоскребов Бразилия Новая столица Страны Своей архитектурой Кружит головы Всем Кто Ее увидел В первый раз Город Словно Пришел Из космической Эры Но Больше Половины Населения Бразилии Неграмотно Никогда Не ест Досота На Северо-востоке Страны Этом Заповеднике Феодализма Где проживает 25 миллионов Человек Население Целой Испании Широко Практикуется Барщина Испольщина Право Первой ночи Помещика Словом И в этой Самой большой Католической Стране Мира Главной Епархии Ватикана Христианские Идеи Братства Справедливости Мира Не более Как Пустые проповеди Помогающие Драть Три шкуры Замученных Обманутых Людей Такова Бразилия Таков Парадокс Этого Государства В нем Нет загадки Но Таится Большая Угроза Со существующим Порядком Как Несильны Сегодня Помещики Как Невелики Запасы Оружия У Обслуживающих Их Военных Из числа Крестоносцев Антикоммунизма Как Неэффективны Усилия Американской Разведки По Нейтрализации Революционных Процессов В этой Стране Драматические Порой Трагические Контрасты И противоречия Свойственные Этой земле Видны И в политической Жизни Бразилии Жаню Куадрос Поддержанный На президентских Выборах 1960 Года Крайне правый Алгалтела Реакционной Партии Национально-демократический Союз Взял Решительный Курс На Установление Дипломатических Отношений С Советским Союзом И другими Социалистическими Странами Сменивший Его На посту Президента Жаоло Гулард Не переставая Угрожал В своих Речах Помещикам Неминуемой Аграрной Реформой Между тем Гулард Считавшийся Лидером Трудовой Траболистской Партии Был и остается Крупнейшим Помещиком Сменивший Его на Президентском Посту В результате Военного Переворота Генерал Костелло Бранко Заслужил Репутацию Бессеребренника Такая Репутация Не помешала Генералу Распродавать Направо И налево Американским Компаниям Национальные Бразильские Богатства Впервые Увидеть Бразилию Мне довелось В мае 1962 Года В Рио-де-Жанейро Готовилась Крупнейшая Советская Торговая Промышленная Выставка На ее Официальное Открытие Прибыл Тогдашний Губернатор Штата Гуанабара Рио-де-Жанейро Костяк штата Карлос Лассерда Человек Имевший В молодости Некоторые Отношения К коммунистическому Движению А затем Прославившийся Зоологическим Антикоммунизмом Губернатор Поразил Меня Да и всех Присутствовавших На церемонии Своей Речью Это Был гимн Достижением Сесаризма Ярко Представленным На отлично Организованной Экспозиции Однако Через несколько дней На выставке Вспыхнул пожар А затем Суда Подбросили Бомбу Газеты Сообщали Что Лассерда Имел прямое Отношение К обоим Инцидентам При этом Указывалось На его Связи С террористической Организацией МАК Антикоммунистическое Движение Довольно Мрачная Картина Предстает Перед глазами Когда Пробуешь Проследить Жизненный Путь Бразильских Президентов За последние 10-15 лет В августе 1954 Года Затравленный Всесильными Иностранными Монополиями И их Агентурой Застрелился Президент Жетулио Варгес Сменивший Его Жеуселину Кубичик После военного Переворота 1 апреля 1964 Был Как и многие Другие На 10 лет Лишен Политических Прав Жанно Куадрос Наследующий У кубичика Президентское Кресло Не просидел И года На своем Посту В августе 1961 года Он отрекся От президентства В письме Написанном В связи С отставкой Куадрос Признал Что его Затравили Те же силы Что и Варгеса Жуалу Гулард Был следующим Военные Сбросили его С поста А затем Тоже На 10 лет Лишили Политических Прав И даже Костало Бранко Ставший Президентом После переворота И благополучно Отбывший Временный Мандат Словно По злой Иронии Судьбы Тоже Плохо Кончил Летом 1967 Года Он погиб В авиационной Катастрофе Дело Не просто В личных Трагедиях Этих Людей За ними Стоит Мучительная История Целой Нации История Это пишется Что будешь В последующих Главах Не предскажешь Землю Бразилии Называют Иногда Сюрелистической Слишком Пестрой Противоречивой Часто Безнадежно Туманной Представляется Торопливым Наблюдение Здешняя Картина В жизни Бразильцев Много Сложностей Это верно Но очевидно Также и Стремление Некоторых Авторов Напустить На нее Излишнего Тумана Пресловутая Загадочная Русская Душа Трансформировалась У определенной Части Западных Историков И социологов В таинственный Бразильский Характер Ничего Таинственного Как правило Нет Просто Эту страну Столетиями Не только Грабили Но и Унижали Для многих Бразилии Все еще Лишь Крокодилы На Амазонке Футбол Да карнавал Бразилия Действительно Славится Своим Карнавалом Но карнавал Это еще Не Бразилия Отсюда Название Книги Ни в коей Мере Не претендуя На очередное Открытие Уже Открытых Америк Я лишь Хочу добавить В своих Очерках К известным Сведениям Об этой Стране Некоторые Личные Наблюдения Мне довелось Четыре года Жить среди Бразильцев Я разделял Их радости И беды К этой Необыкновенной Земле Нельзя не Привязаться Ее народ Трудно Не полюбить Бразильцам Нужно Чтобы о них Знали правду Я старался Чтобы факты Объективная Информация Помноженные На доброжелательность Регли в основу Этой Книги Глава Из книги Бразилия Без карнавала Автор Виталий Кобыш Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...